добрый день добрый день в эфире кинопатрама с юрием рязановым в гостях у нас режиссер александр войтинский начнем с черной молнии еще совсем недавно я был обычным студентом жизнь такая мир нельзя изменить ты пробовал мне нужна эта машина чем все был сценарий или кто бы вот автор идея этого вот фильма черная молния я это вы были до вообще исходная идея была в том чтобы супергероя начать выращивать на нашей территории который способен на большие очень поступки сверх поступки ради общества как вы считаете общество эту идею приняла разделила с вами это и была проблема потому что вообще но моя цель как я вижу и моя миссия даже в том чтобы какие-то идеи развивать то есть все этих в общественные мысли и вынуждать провоцировать зрителя размышлять на эту тему и как-то меняться делать какие-то для себя полезные выводы в отношении своего у себя своего поведения своих целей амбиций кино и имеет и на единственный инструмент это эмоции и через эмоции мы воздействуем на людей часто говорят что вот давайте снимем умное кино и чтобы зрители задумались зрители не не любят задумываться и никто не любит задумываться это сложно а вот сопереживать человека можно заставить можно включить и через эмоции собственно искусство это есть воздействие через эмоции очень важно понимать но цель при этом миссия все равно изменить человека который изменит мир супергерои это такой жанр который совершенно не случайно сейчас победила на всей планете он как раз на и на этом сочетании и и появляется то есть человек хочет быть похожим на насильного уверенного в себе имеющего цели какого-то светлого героя который при этом способен на невероятные вещи это это привлекательно с одной стороны с другой стороны это общественно значимы вы как бы равняетесь на голливуд или немножко идете вот своей дорогой нашей российской вот в том числе фильме черная молния ну да вот есть глобальные направления развития вообще человечества но конкретная среда кон как какие-то формы естественно должны быть понятные нам потому что у нас есть своя культура мне нужно было найти какие-то темы какие-то формы которые были близки понятно эмоционально рождали бы отклик у зрителя и пришла идея связать вот во имя достоверности связать вот эти чудеса придуманные вот и учеными с тем периодом истории российской когда нам были по плечу очень сложные и такие глобальные задачи технические во первых это вызывает гордость за за историю во вторых это достоверно да действительно мы же вон что сделали а если у нас корабли космически летали почему машине бы не летать наверное если мы будем говорить об отличие между вот черной молнии голливудским фильм наверное принципиально отличие ведь герой начинает задумываться жизни смысле жизни после того как он сделал плохое дело он не выручил ни разу незнакомого человека знакомого как ему казалось человека он оказался был был отцом его когда человек глубокое потрясение испытал не просто гибель близкого человека а что он не виноват и здесь вам очень на мой взгляд красиво удалось вместе с некой фантастикой дать образ внутреннего состояния человека и внутренних причин почему ему захотелось не просто быть знаете супергероем там ради чего ради денег например да а другой от образ мне кажется все таки он немножко отличается от образа супергероя но всемирного такого бэтмена и не знаю до сих пор у кого-то есть мнение что мы кино должно быть либо моральным она будет скучным либо она должна быть аморальным и тогда придут на него люди ровно наоборот все поэтому вот этот момент изменения человека он самый главный и к нему надо очень эмоционально прийти человека должен должно очень сильно жизнь толкнуть чтобы у него открылись глаза то что без этого было бы все неправда действительно надо было бы тогда разве разве куха такая ну поругался с кем-то все решил там полетать нет он понял что он пережил это открыла ему глаза вот это мне было очень важно сделать вы правильно в самую прямо прямо в самое сердце фильм его сейчас указали если мы сейчас будем говорить о втором фильме в вашем призрак кто-нибудь слышит меня кто-нибудь видит помогите мне преследует призрак и если человек от которого теперь все зависит дебил стран там кстати вот с православной точки зрения на мой взгляд достаточно все очень хорошо выявлено потому что человек после смерти у христианства он его душа остается и что интересно как раз первые три дня он находится с близкими своими а после 10 после 10 дней она улетает уже на суд к богу и вас в этом плане вот знаете вот четко христианская выверенная позиция это случайно получилось ли так как то вот или кто-то советовала среди вас нет никто не советовали я просто стараюсь время то так же как и в случае вот через черной молнии с волгой с нашей истории опираться на какие-то вещи которые людям понятны которые им близки и в данном случае это ну мне кажется это были на сутки может быть но это кто как к этому относится но я знаю что так есть такие традиции так считать что есть какие-то определенные дни когда человек как бы с нами душа потом он уходит я просто с удовольствием это окей уважаемые зрители уважаемые дети вам это понятно вам это близко вы в этом живете давайте тогда об этом и не расскажем историю сказку используя вот эти все ваши представления чтобы вам было легче воспринимать я так к этому отношусь но кстати интересно если фир фильм черная молния это о на мой взгляд об отечественном автопроме да то фильм призрак это этот этот фильм вы поняли чем выдавал авиапроме где-то вот подспудно может как ребенок вы тоже мне кажется реализуете в эту мечту о россии как сверх державе авиационной я правильно вас понял шире у меня шире тут смотрите как для меня это вопрос о человечестве я мечтаю летающим к сожалению россии так устроено что она любит ностальгировать и не любит мечтать и моя задача как раз разворачивать ностальгии в сторону мечты человек удивительная вещь из-за того что он не знает кто он из нас рождается абсолютно беспомощным не приспособлен ни к чему из этой пустоты как повели величайшей философии рождается бесконечность потому что он может кем угодно стать в итоге какая сила меня заставляет становиться и кем кем ты захочешь и какая-то сила и это сила мечта и получается мечта то есть если мне не обрезать крылья до что ну как бы те что несут меня к этой мечте то я на все способен и начинается все с мечты я ставлю себе цели я отваживаюсь да я отваживаюсь помечтать о чем то что было вчера еще невозможно а дальше я уже иду к этому да мы же знаем что именно так все устроено и поэтому мне очень важно нас развернуть чтобы мы мечтали и открывали для себя любые перспективы сожалению мне кажется что есть особенности вот нашей ментальности мы очень патриархально это значит мы развернуты к прошлому больше и это и есть и хочется как-то открыться шире туда развернуться чтобы все было достижимо и я вот с этим связываю большие успехи скажем вот молодой цивилизации американской именно с тем что мне нечего разглядывать там позади у них нет и они поэтому придумали себе сказать давайте окей хорошо у нас нет давайте мы придумаем так город небоскребы давайте значит здесь придумаем героя который сегодня что-то делает вау да давайте и они сделали весь мир открыл глаза смотри это круто осмотрите что у нас кино какие популярные фильмы да вот сразу вы выйдете на и на эти вещи кстати вот фаса ленград легенда 17 адмирал все это очень популярные беру такие прям пиковые фильмы которые действительно отражают наши отношения поэтому вот это направление фантастики он очень тяжело развивается и станции очень фильм понравились вот призрак и черная молния какие-то вы можете назвать фильмы этого века которую вы бы с удовольствием посмотрели бы со своими детьми российские или западная я нет про американские они должны говорю они вообще мы же знаем лучшее что они снимают мы же до нас докатывается все популярные уже проверенные уже отобраны там все время это все выверено да а здесь нет здесь у нас сложности у нас нас очень слабый рынок никто не может рисковать очень сложно идти на такие хорошие фильмы потому что надо еще конкурировать мы не сможем просто то же самое продать такой же хороший фильм мы просто не сможем продать значит нас не будет обратно денег ну и так далее в общем здесь такая ситуация очень сложная а можете приоткрыть как бы тайну завесу я знаю что вы сейчас снимаете фильм дед дед мороз дед мороз битву магов до этого года этот мир не стоит того чтобы его спасать у вас да он фильм естественно неизвестного не может быть сейчас известны и неизвестны и к нему очень осторожно относились как обычно все всегда сколько я про черную молнию спорил я вообще это были без бесконечные последний бастион на счет они держали все с кем я спорил это это в том числе universal pictures что она должна ездить по стенам но не летать тут вот еще в чем прелесть что люди же я же говорил недоверчиво очень они они считывают саму идея она для них дороже даже чем воплощение часто бы они чувствуют они как-то чувствуют этот внутренний посыл который от автора идет и сейчас с дедом морозом такая же история я тоже искал ищу постоянно как можно о чудесах рассказать на понятном каком-то знакомом вроде бы материале но по-новому его переосмыслить но тоже фильм это фильм сказка как при заказках этот сказка но и опять же в наше время тут такая двойственная причина потому что эти черные молнии вообще один и тот же жанр которым я вот стараюсь собственно и работать это чудо в нашем мире здесь две причины это очень удивляет когда то что происходит это не там где-то то есть да ты можешь прийти и как бы увидеть сон до про средние века про какую-то другую планету там про фэнтези мир да это да это интересно совсем другое дело когда ты оказывается вот в твоем мире вот в этом троллейбусе вот в автобусе да сквозь который призрак проходит в квартире вдруг во всем то что ты в том что ты или там вот продавец цветов оказывается он летает сшибает антенну и там девушка не может телевизор смотреть из-за этого вот это она вдруг это чудо но вдруг живет здесь она связана понятно очень но здесь вот рядом чудо возможно она на на расстоянии вытянут руки это очень важное чувство мне кажется это вот из это первая причина и вторая более прагматичная потому что нарисовать мир фэнтези просто совсем дорого нереально дорого а использовать все-таки наши декорации реальные естественные все-таки здесь какой-то какая-то экономия небольшая но есть то есть чудо в нашем мире это все происходит у нас в фильме на пушкинской площади стоит елка все вечер идет девушка наша наш год наши дни и вначе друг у него глазах все это происходит это такое чудовище это маги стреляют снегом когда фильм ожидается вот в этом декабре декабре сейчас зимой сняли сейчас идет монтаж фильмы которые не вкладывают гигантских денег в промо-компании они обречены даже хорошие нехорошие неважно и это есть проблема что ты можешь какой угодно фильм снять но для того чтобы его вот так вот вы его увидели да вот там прекрасный фильм вот там его не видите сейчас а вот чтобы вы увидели это это вот он стоил там 200 миллионов а вот так его вот вот это вот вы вложили 100 миллионов вот вот так увидели его а вот 200 вот такой а вот так вот надо 300 миллионов или 4 сложить ну ты скажешь это хороший фильм и тогда на него пойдут а так ты его снял его вложил дикие деньги и если ты не вложил еще больше днем никто не узнает это поразительная ситуация но она к сожалению существует и это все на фоне недоверия к российскому кино социология говорит что 30 процентов под зрителей активных зрителей кино зрителей россии не ходит если это российский кино просто не ходит сразу 30 то есть треть треть это это вот такая часть вот эти пойдут а вот эти просто не пойдут и вот этого бюджета этого от поддержки такой части зрителей изначально мы все лишены то есть в тяжелейших условиях приходится завоевывать авторитет ну будем завоевывать что делать спасибо огромное за интервью на мой взгляд это было одно из самых интересных интервью спасибо в этом году такое знаете искренне и развернутое вам творческих успехов оставаться ребенком успехов вашему проекту и попавшим проектом в принципе вот в эфире было кино панорама с юрий зановым в гостях у нас был александр сергеевич вайтинский режиссер но шумевших фильмов черная молния призрак спасибо вам удачи спасибо